Довольно часто в комментариях можно встретить страдальцев, которые пишут, что тот или иной коньяк нынче не тот. И одним из лидеров таких комментариев является фонагория. Фонагория уже не та. Это встречается просто повсеместно. И у меня на канале, и у Дениса Шашкина, и по-моему даже у алкопарфюмера я встречал про то, что фонагория уже не та. В нашем старом обзоре на Анри и Ксо фигурирует бутылка 19-го года розлива. Ну, такой розлив я уже не нашел. А вот эти две бутылочки мне предоставил Демид Каратенко. И это бутылочки более поздних годов, чем 19-й, но такие разных. Будем искать различия. И вот, казалось бы, две одинаковые коробочки с Анри. И по коробкам, ну тут нет дат. Но по некоторым моментам можно разглядеть, где старая коробка, а где новая. Например, на новой коробке написано 10 лет. Вот тут написано лет. А на старой коробке написано 10 экстра олд сигар. 10 очень старых сигар. То есть на старой коробке написано, вот знаете, в стародавние, в позднесоветские времена народ любил из каких-нибудь старых импортных журналов, импортных этикеток каких-то вырезать надписи и просто их клеить для красоты, типа фирма. Вот эта надпись у меня вызывает такие же ассоциации. 10 экстра олд сигар. Тут же, ну, все правильно написано, 10 лет. На старом написано коньяк Иксо, а на новом написано Иксо выдержан не менее. 10 лет, видимо. Вот это все в комплексе. Тут это не в комплексе, а тут в комплексе стало. Ну, на этом, в принципе, и все. Достаем и убеждаемся. Это старый должен быть. 21 год. 2109-21. А это релиз вообще свежайший, насколько я помню. 0405-23. Релиз этого года. Ну, тут все то же самое. Старый. Это винтаж коллекшн. Premier quality. А новый. Это просто Premier quality. Ну, и, конечно же, экстра олд сигар. А тут лет. Года урожая. Старый, девятый год. Новый, одиннадцатый. Сорта винограда. Есть ли тут сорта винограда? Дело в том, что у старой контур-этикетки есть такое вот зерно. И мелкий шрифт тут практически не читаем. Его очень сложно понять. Но, в целом, сорта винограда тут одинаковые. Шардоне, олиготе, савиньон, блан, рисинг. И там, и там. На новой пробочке написано фанагория коньяк. Основано в 1957 году. На старой пробочке написано ровно то же самое. Открываем. Поставим сюда для красоты. Ай, не падай. Все. Надеюсь, тебе не видно то, что под столом. Так. Два коньяка Анри. 21 и 23 года. И сразу я хочу сказать, что зеленый образец темнее, а розовый образец светлее. Ты согласна? Это не потому, что я больше налила в зеленый. Ну да, тут чуть меньше налито в розовый. Нет. Да. В смысле да. Что да, нет? Нет, да. Зеленый темнее. Зеленый темнее, да? Да. Я не знаю, где какой коньяк. У Ангелины тоже налит эти коньяки, но она знает, где какой коньяк. Зеленый темнее. Да. То есть колеровщик сложал. У него не было образца, мы все выпили. Не попал в цвет. Ясно. Честно, я забыла уже, какой из них кто тут. Ну ты-то их видишь? Вижу. Я бутылочки разглядываю издалека. А, ну да, бутылки-то одинаковые. А я уже забыла. Там на одном про сигары написано, а на другом лет. Ну отсюда. На одном длинная надпись, на другом коротенькая. Так. А, все, поняла теперь кто какой. Да. Ну тебе не скажу. Да ты что. Так, начнем. Начнем с более темного. Давайте с него начнем. Зеленый образец. Фонагария. Я сто лет не пил Анри Иксо. А точнее, единственное, что я пил, это был 19-го года. И по воспоминаниям, он был более деревянный. И какой-то более сложный. А тут какая-то такая радость. Розово-рассольная. И абрикосовая. Да. И абрикосовая. Ладно. Розовый. О! Они разные. Они довольно сильно разные. Тут тоже радость есть. Это все тут есть, но тут более сложный аромат. Тут сразу слышны еще какие-то цветы. Ты понимаешь, что это не просто чайная фонагарийская роза, а... Сейчас надо сформулировать, что это за цветы. Просто вот цветочный аромат такой, он какой-то общецветочный. Но не розовый. Тут он просто розовый, а тут какие-то белые цветы. Гиацинты, по-моему, есть. Точно. Гиацинты. Как его? Чебушник. 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 Чебушник, да. Ну вот да, оно. Так, ну слушайте, мне розовый образец больше нравится. Колыхнем. Спиртом нос дало. Так, тут при колыхании появляется больше абрикос. Появляется смолистость. Появляется камень. Яркая. Может быть, даже свежераспиленная абрикос. Абрикосовая полена. Свежераспиленная абрикосовая полена. Вот. Приятный аромат, кстати. Тоже мне очень нравится. Но. Но. Но вот тут поинтереснее. Розовый образец-то интереснее. Как интересно. В розовом образце есть кожаные ноты. Древесина. Древесина, древесина. Тоже она какая-то более сложная. Не просто абрикосовая полена. Да, вот свежераспиленная. Свежеразрубленная. А что-то чуть более сложное. И тут. Вот эти абрикосовые темы. Если в зеленом образце они больше идут в камень. То. Тут они идут куда-то в косточку даже. В какую-то миндалинку. Слушайте, ну. Розовый образец прям. Прям вот его хочется пить. Но я начну с зеленого, пожалуй. Ну, такая вкусненькая фанагория. Фанагория. Такая вот розово-абрикосовая. Жгученькая. Если честно. Если бы я не знал, что это. Я бы сказал, что это какая-нибудь фанагория. Уровня КВ. Вот как-то не тянет она на КС, по моим ощущениям. Она просто розово-абрикосовая. Вкусная. Ни каких негативных нот нет. Но и то, что есть, оно такое какое-то вот просто... Без глубины вообще. Просто вкусненько, да. Вот такой вот абсолютно шашлычный какой-то коньяк. Но весьма приятный. Во вкусе, в отличие от аромата, появляется именно дубовая горчинка. И вот если в аромате ничего новокубанского тут нет, а в бутылке 19-го года там были новокубанские спирты, насколько я помню. Тут вот в аромате их вроде нет. Но во вкусе вот какая-то горчинка такая есть. Это не значит, что это новокубанские спирты тут. Тем более, я думаю, они кончились уже с тех пор. Но просто вот вспомнилась, да. Горчинка такая характерная. Так, розовый образец. Который пахнет куда интереснее. Слушайте, ну он прикольный. Да. Он его вкусе, он глубже сразу. Он сразу глубже. Он как будто бы объемнее. Да, он в разных отделах рта по-разному работает. Угу. На кончике языка сладенький, а в глубине какой-то даже с кислинкой что-то. Так, мне показалось, что розовый образец мягче. Но так я его пробую вторым. Это может быть вот с этим связано. Поэтому я сейчас еще раз попробую зеленый. Не, он не мягче, но насколько он глубже. Какой интересный вкус. Тут есть кремовые оттенки, да. То есть вот бочка, правильная бочка, она должна не только вкус дерева давать напитку. Она обычно дает еще, в том числе, кремовые оттенки. И вот в розовом оттенке они есть. Какие-то сливочные. Вот тот болгарский рахат лукур из роз. Угу. Что-то и сливочные, немножко ванильные, с розами. Может, крем какой-то. Да, сливочные, ванильные, ирисочные, розовые, абрикос и, может быть, даже груша. Вот груша такая яркая, довольно интересная. Зеленый. Не, ну, куда проще. Он вкусный, но после этого, конечно, он... Вот понятно, что это один производитель. Я бы никогда не усомнился, что это фанагория. Ну, что это, наоборот, что это не фанагория, да. Но кажется, что вот это вот КС, ну, это КВ. Это просто вот такая вкусняшка, а это... А это что-то уже более интересное. Чего у меня бокал с сердечком на донышке? Вот все подумают, что это у меня подсказка. Да, тут вот... Деревяшечка, она такой вот горчинкой, тонинкой, чаинкой идет. В то время как тут, в розовом образце, ну, во-первых, сразу глубже. И парфюмерия тут есть. И... Какое-то варенье. И куча-куча цветов разных. И бочка, играющая сливочностью. Играющая кремом. Розовый образец однозначно лучше и интереснее. Да, согласна. Думай теперь, кто из них кто. И, конечно... И, конечно... Думается, что это образец постарше. Стоялся в бутылке, покрылся розами? Ну, может, действительно, может... Вот, царь, с тех пор у них появились новые линейки. Винтаж, Ордаш. Может быть, вот такие интересные спирты туда пошли? Может. Не знаю. А, Анрии, это такой дешевый масс-маркетовый. Масс... Масс-маркетовый. Масс-маркетовый. Масс-маркетовая линейка. И, может быть, в Анрии стали идти спирты пожиже. Ну, какие-то такие мысли, в общем, у меня. Доставать? Мне доставать? Ну, мне доставать. Ну, ты дотягиваешься. До второго, наверное, не дотягиваешься. Зеленый. 21. Офигеть. 23. Розовый 23, но зеленый 21. Вот, по нагоре улучшилось. Что вот это вот? По нагоре улучшилось. Этот коньяк конкретно лучше этого. Выпьем за здоровье Демида. Да, Демид. За твои голосовые связки. Классный. Он прям классный. Вот этот слегка разочаровывает, глядя на возраст. Да потому что там не 10 лет, а 10 сигар. 10 сигар, да. Они-то сигарами мерили, а сигара, она меньше, чем год. Тут выдержка, пока технолог выкуривает 10 сигар, и вот это, отмеряется это время. А тут года. Понимаете, и года они вот дают такую глубину, такую насыщенность, такой интересный вкус, и замечательный аромат. Эх, ханагария, ханагария. Испортились такие, а? КАРДИОНАМИЧЕСКОМ ОКО36 КАРДИОНАМИЧЕСЬ Продолжение следует...